Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на вечернем богослужении Церкви «Новая жизнь». Устраивайтесь поудобнее. И давайте вместе, как призывает нас апостол Павел в послании к римлянам, единодушно, едиными устами, по учению Христа Иисуса, прославим нашего Господа и принесем Ему жертву нашей хвалы, ибо Он этого достоин. Не может солнца свет затмить твою любовь, тьма не сокроет твоей славы. Не может смертный муж стоять перед тобой, перед твоим небесным троном, через кровь твою и только через милость прихожу. Я приношение хвалы тебе несу, лишь только для тебя, мой царь, хвалу пою. Иисус, тебе всю честь и славу отдаю, Иисус, тебе хвалы я жертву приношу. Иисус, тебе хвалы я жертву приношу. Не может солнца свет затмить твою любовь, тьма не сокроет твою славу. Не может смертный муж стоять перед тобой, перед твоим небесным троном, через кровь твою и только через милость прихожу. Я приношение хвалы тебе несу, лишь только для тебя, мой царь, хвалу пою. Иисус, тебе всю честь и славу отдаю, Тебе хвалы я жертву приношу. Я приношение хвалы тебе несу, лишь только для тебя, мой царь, хвалу пою. Иисус, тебе всю честь и славу отдаю, Тебе хвалы я жертву приношу. И жертву хвалы тебе приношу, Тебе хвалы я жертву приношу. О, Иисус, Тебе хвалы я жертву приношу. Иисус, 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 спаситель мой, целитель мой, освободитель мой, цель сердца моего Иисус. Всю жертву хвалы Тебе приношу, Иисус, Тебя одного превозношу, и Тебе я служу, лишь Тебе одному я служу. Через кровь Твою и только через милость прихожу. Я приношение хвалы Тебе несу, лишь только для Тебя, мой Царь, хвалу Твою. Иисус, Тебе всю честь и славу отдаю, Тебе хвалы я жертву приношу. Как олень стремится к водам, так моя душа к Тебе. Ты один, желанье сердца, поклоняюсь я Тебе. Ты мой щит, крепость, ты моя, пред Тобою склоняюсь я. Ты один, сердце, ты достоин поклонения и хвалы. Ты мой щит, крепость, ты моя, пред Тобою склоняюсь я. Ты один, сердце, ты достоин поклонения и хвалы. Ты один, сердце, ты моя, пред Тобою склоняюсь я. Ты мой щит, крепость, ты моя, пред Тобою склоняюсь я. Ты один, сердце, ты достоин поклонения и хвалы. Ты один, сердце, ты достоин поклонения и хвалы. Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, позвольте поприветствовать вас на нашей очередной трансляции. И в самом начале предлагаю произнести молитву за нуждающихся все вместе, потому что мы знаем, что есть люди, которые сегодня особенно нуждаются в нашей с вами молитве. Поэтому мы приходим к Господу и молитвой веры возносим эти наши нужды за тех, кто в ней нуждается. Драгоценный наш Господь, мы благодарим Тебя за Тую любовь и милость к нам. Боже, просим Тебя во имя Иисуса Христа, призри на наши нужды, Господь, обрати свой взор на нас, помоги тем, кто нуждается сегодня. Мы просим и молим Тебя за тех, кто сегодня в какой-то немощи лежит, в больнице или дома. Есть люди, которые в реанимации лежат, Господь, мы знаем этих людей, просим Тебя за них. Благослови их, Господь, и исцели, прикоснись. Благослови, Господь, тех, кто нуждается в восстановлении отношений в семьях с близкими, Боже. Благослови тех, кто нуждается сегодня в работе, в финансах, Господь. Благослови тех, кто сегодня учится, помоги им, Господь. Мы просим Тебя за всех, Господь, кто так или иначе имеет нужду, за наших родных и близких, Господь. Слава Тебе и хвала. Мы благодарны Тебе, что Ты слышишь нас, Господь, и то, что Ты отвечаешь. Спасибо Тебе за все, наш Небесный Отец. Аминь. Друзья, и сегодня мы продолжаем цикл наших проповедей на церковную тематику. И в самом начале я хочу вспомнить, как лет пять, наверное, назад я по долгу служения периодически посещал реабилитационные центры. И для тех, кто не знает, что такое реабилитационный центр христианский, я поясню, что это такое место, где живут люди, куда приезжают ребята, которые имеют определенную зависимость, и верующие служители им помогают освободиться при помощи библейских принципов, изучая Библию, получить от Господа свободу от своих этих пагубных привычек. Обычно это где-то организуется за городом для того, чтобы было меньше соблазнов. И вот ребята там живут, и есть определенная программа, и эта программа подразумевает различные этапы, в том числе и прослушивание Слова Божьего. Так вот, где-то примерно месяцев восемь, наверное, ребята живут там, в центре, в самом, потом это называется непосредственно сама реабилитация. И позже следующий этап, заключительный, который месяца три-четыре по-разному, называется адаптация. И вот часть программы вот этой вот всей реабилитации, адаптации, это так называемая заключительная часть, это воцерковление. То есть важно, чтобы человек, который вот освободился от наркотиков или от алкоголя, или еще от каких-то привычек, он воцерковился, то есть стал частью церкви, то есть погрузился вот в эту вот церковную жизнь. Когда человек, он, это, прилипляется к церкви, когда он начинает себя чувствовать частью церкви, вот этот вот процесс воцерковления, и человек, то есть воцерковление, это подразумевает участие, ну уже, получается, верующего человека в богослужениях, то есть человек посещает богослужения, участвует в церковной жизни, то есть несет, так сказать, некое служение, ведет, естественно, христианский образ жизни, и вообще, так сказать, у него появляются социальные связи в церковных общинах, частью которых он, по сути, является. И для воцерковления человека вначале приводят в какую-то домашнюю группу, то есть помимо того, что он посещает, лидеры вот этих домашних групп совместно с пасторами, служителем, которые в центрах реабилитационных, они подбирают соответствующую домашнюю группу, то есть это нужно делать, конечно же, с мудростью, чтобы человек, войдя туда, он как бы почувствовал себя в своей среде, то есть подбирает, может, по возрасту, по интересам, по каким-то еще прочее. И это все помогает человеку как бы погрузиться в церковную жизнь, стать частью его. И, знаете, вот можно сказать по опыту, как-то вот по наблюдениям, по статистике, то те выпускники реабилитационных центров, которые, так сказать, вот воцерковились, стали вот частью церкви, у них появились какие-то вот горизонтальные связи, скажем так, да, то есть они вот как-то проникли в социум церковный, какое-то служение стали нести, они, как правило, остаются в церкви, они создают семьи, рожают детей, в общем, начинают полноценный такой образ жизни. А те же ребята, которые не воцерковились по той или иной причине, они, что называется, падают, то есть часто, намного чаще возвращаются к старому образу жизни. И это, конечно, не говорит о том, что вот только так или иначе, но тем не менее статистика говорит, то есть возвращаются к старому, потом опять приходят на реабилитацию, то есть есть такие, которые в жизни там 2, 3, 4 реабилитации. Вот, ну это происходит, пока человек по-настоящему не воцерковится, не станет частью этой церкви. И, конечно же, я это говорю сейчас, скажем, про зависимых людей, но мне кажется, даже не то, чтобы кажется, я в этом уверен, что этот процесс воцерковления, он важен каждому человеку в жизни пройти. Просто когда человек зависимый, и вот эти вот все вещи, оно как бы все обострено, и оно на поверхности, оно более видно. Но тем не менее, люди приходят в церковь не только ведь через реабилитационный центр, люди приходят по-разному, кто-то в поисках Бога, то есть у человека ничего такого, нету никаких таких стесненных каких-то обстоятельств, кричащих, и есть кто-то, у кого какие-то есть обстоятельства различные, то есть может быть это, если это независимость, это может быть созависимость, это может быть какие-то финансовые проблемы, это может быть какое-то предательство, разводы и прочее. У людей масса причин, и люди приходят в церковь, также в церковь приходят так называемые дети ДВР, дети верующих родителей, и им тоже нужен пройти вот этот процесс воцерковления. На мой взгляд, это актуально для всех, то есть каждый человек в своей жизни, рано или поздно, когда он осознает себя осознанно по-настоящему, по-взрослому частью церкви, и он проходит вот эти все процессы, то есть погружение в церковную жизнь. И это важно для всех членов церкви. Я хочу сейчас вместе с вами прочитать место из Писания, где апостол Павел, на мой взгляд, вот раскрывает важность этого погружения в церковную жизнь, и открывает такие некие сущностные аспекты церковной жизни, о которых, я считаю, стоит поговорить, и которые, на мой взгляд, и являются вот этой частью воцерковления и погружения. И давайте откроем вместе с вами сейчас послание к Эфесинам, 4 главу. Я прочитаю с 11 по 16 стихи. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Таколи все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовь все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при воздействии в меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот такой текст, на первый взгляд сложный и запутанный, но если поглядеть туда немножко, поразмышлять, то мы с вами можем увидеть некие интересные выводы. И давайте вернемся к 11 стиху и посмотрим, о ком сначала там идет речь. Мы читаем, ну и он поставил, то есть это он Господь Иисус, наш Бог, и он поставил одних апостолами, других пророки, евангелисты, пастыри, учителя. То есть о ком здесь идет речь? Здесь идет речь, конечно же, о лидерах церкви, о лидерах церковных служений. То есть начинается то, что кто? И второй стих он говорит, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть как бы кто и что делают, да, наш вечный вопрос, но тем не менее. То есть говорится о том, что вот эти все, вот все они нужны для чего? Для чего они поставлены? Не для того, чтобы вот они были, они церковь и все, да. Знаете, как вот у нас иной раз аналогия такая, как чиновники иногда думают, что вот есть чиновники, есть народ. И вот народ для чиновников, но это наоборот же на самом деле, да, чиновники для народа. Так и здесь. То есть они поставлены для чего? Лидеры церковных служений, они поставлены, чтобы направлять верующих к делу служения. Не просто так вот пасти, чтобы они там где-то вот здесь были в кучке, следить, чтобы не разбежались, просто стояли. Нет. Я здесь считаю для того, что направлять вот это слово, оно если в подсрочном, руководить их, верующих, святых, получается, к делу служения, на дело служения. То есть основная масса людей в церкви, она, на мой взгляд, людям нужно понимать, верующим, что мы не должны быть инертными, мы не должны быть просто, скажем так, пассивными слушателями, пассивными тех, кто просто приходит в церковь и уходит. Настоящее погружение в церковь, настоящее воцерковление, на мой взгляд, оно подразумевает какое-то служение. И я считаю это важной вещью. Пусть это будет, скажем так, на первый взгляд, не такие прям вот какие-то кажущиеся служения, прям вот такие вот, ну, есть вот такие значимые служения, да, заметные, а есть незаметные. И они не менее важны становятся от того, что их не видно. Но каждый человек, приобщаясь к церкви, на мой взгляд, если он желает воцерковиться, желает быть здесь в церкви, то он должен нести служение. Я это понял, когда еще на заре своей христианской юности пришел в церковь, я посмотрел и я осознал, что если я сейчас не начну служить, то я здесь просто не задержусь. Я здесь ничем, ни на что не буду завязан. Я подошел к пастору и попросил, дайте мне какое-то служение. Он сказал мне, хорошо, Сергей, ты можешь стоять на входе и просто приветствовать людей. И это служение, которое дало мне толчок в моем каком-то христианском пути. То есть служение, это в любом случае часть жизни верующего человека. Потому что здесь мы читаем на дело служения для созидания тела Христова. То есть все мы, если мы причисляем себя к ученикам и последователям Иисуса Христа, на мой взгляд, должны ратовать о том, чтобы иметь какую-то часть себя в церкви, часть в виде служения. Для того, чтобы вот наша жизнь, какая-то часть нашей жизни, она была направлена на устройство созидания церкви. Служение это как часть жизни верующего человека, еще раз повторюсь. И не нужно этим пренебрегать. И далее мы читаем, что это дает. 13 стих. Да, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенно в меру полного возраста Христова. То есть через служение, друзья, вот то, что мы выше говорим, следующее, делается логический вывод, что служение нам помогает духовно расти. То есть к служению святых, доколе придем, мы служим, созидаем тело для того, чтобы нам самим, в том числе, для того, чтобы нам самим иметь какой-то духовный рост через служение. Потому что, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то как-то служишь своим ближним, когда ты погружаешься в это, неизбежно ты имеешь, во-первых, общение святых, то есть с другими такими же верующими людьми. Ты имеешь какое-то дело в церкви, ты имеешь какую-то благую духовную цель, которую ты достигаешь. И ты, конечно же, имеешь общение с Господом, безусловно. И через это все, не когда ты просто пришел в воскресенье, послушал и ушел. Это больше напоминает какой-то клуб, согласитесь. Но когда ты именно погружен, что-то ты делаешь, ты как-то завязан, и в этом ты имеешь какой-то духовный рост. Обязательно он будет, ты будешь что-то познавать, узнавать. Иначе просто для тебя может быть посещение просто воскресных богослужений, свестись, что-то будет просто послушать концерт и послушать лекцию какую-то умную и все. Но это не так. Потому что если ты относишься к церкви как к какой-то глубокой вещи, как к какому-то части себя, части своей жизни, то неизбежно тебя это приведет. Ты захочешь что-то делать. И ты, начав делать, ты будешь духовно расти. И далее, я читаю, 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукасту человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть для чего вот это вот то, что нам духовный рост и вот все вот это, для чего нам это надо? И мы читаем дальше. «Да чтобы стать зрелыми и не отпасть». Понимаете, духовный рост, он ведет нас, он ставит нас как-то крепко на ноги. И мы уже не младенцы, мы уже взрослые люди. То есть ребенка, ребенка легко обольстить. Ребенку, вот когда человек юный, человек маленький, ребенку легко что-то внушить, что вот может быть то, что ему не надо знать, не надо понимать. И наоборот, когда зрелый человек, когда человек уже стоит, то есть он как раз таки получает рост через служение, через направление вот это вот, когда он участвует в церкви, погружен когда в эту церковную жизнь, то человека сложнее толкнуть, потому что грех, друзья, ведь он не такой, что он фу, тогда бы никто не грешил. Написано, что он наоборот влечет человека. То есть это не так, что если бы это было неприятно, но никто бы не стал это делать, но наоборот, какие-то греховные вещи, они вызывают какое-то обольщение у людей. И люди хотят этого делать, людям нравится это делать, поэтому-то он и грешен в том числе. Но как обойти вот этот вот рост, как расти, то есть погружаясь в церковь, ты намного устойчивее становишься ко греху. То есть когда ты вовлечен в церковные процессы, и не просто так вот, ну как бы повезло, а когда ты думаешь, когда ты размышляешь об этом, имеешь вот этот рост духовный, то, конечно же, тебя сложнее зацепить, тебя сложнее сдернуть, как бы что ли, с церкви. И у меня вот, ну лично у меня есть такое, такое было откровение, как вот вообще избежать греха, как как-то оказаться более, быть более устойчивым. Это три вещи, которые я могу с вами поделиться. Это не прикасайся, не смотри и не думай. То есть то, если тебя что-то влечет, то в первую очередь запрети себе к этому прикасаться, во вторую очередь запрети себе на это смотреть. Ну и, конечно же, не надо потом об этом думать, выкинь это из головы, и постепенно тебе придет свобода. Но это не будет работать самостийно, когда ты сам по себе. Это все будет работать только когда ты в церкви, когда ты часть церкви, когда ты часть вот этого сообщества, когда ты все вместе. И далее мы читаем 15. Но истинную любовью все возвращаем в того, который есть глава Христос. То есть вот мы, скажем так, выше читали о том, что мы растем через служение, и для того, чтобы мы растем, и взрослые становимся более устойчивые. И вот тут уже, ну, как бы к выводу подступаем, что, ну, любовь, то есть вот к чему нас это все должно привести, что с этим со всем делать посредством любви распространять Христа. То есть апостол Павел, он как бы о нем не говорили, что он там пишет, но он был, пишет так, неудобо, вразумительно, как-то Петр написал. Но апостол Павел был очень мудрый человек, и он понимал, что без любви оно все пустое. То есть вот это все то, что выше, наша церковь, наша церковность и все, она все равно должна привязать нас к любви. И вот это один из плодов от церковления, который неизбежно созревает в нас, неизбежно растет внутри тебя и меня. Если мы находимся в церкви, если мы погружены в церковную жизнь, то мы посредством любви начинаем распространять Христа. То есть без любви, знаете, вот что бы человек ни делал, к чему бы ни стремился, все равно без любви чувствуется какая-то подделка. Знаете, есть подделки такие, когда вроде бы то же самое, вроде бы такая же там какая-то вещь ты купил, но ты чувствуешь, что что-то здесь не то, что-то не так, чего-то не хватает. Так вот, без любви та же проповедь, то, что мы говорим в любовью, возвращаем в того, который из глава Христос. Даже проповедь Христа без любви, она какая-то не такая. Знаете, бывает обличение без любви, то же самое. То есть мы здесь постигаем любовь. И когда-то я внутри себя зарекся, я не буду обличать, допустим, кого-то, если я не сопереживаю ему в этом. Понимаете, чувство здесь тонкая грань, но разница есть. Когда, если я говорю кому-то что-то, что вот ты здесь неправ, и не сопереживая ему, то вообще это за него, что как же так. То это по большему счету такое макание, как бы в грязь что ли получается. Но если я с любовью это делаю, то и человек лучше меня слышит. Это воспринимается совсем по-другому. И наша проповедь так же. Порой раз бывает, слышишь, какие-то правильные вещи бывают от людей. И вот он говорит и увещевает, но ты не слышишь в этом любви. И оно совсем уже не так воспринимается. Поэтому Павел говорит, с любовью возвращаем. То есть любовь, она в нас, соответственно, так же созидается при всем этом, во всей нашей проповеди, во всем нашем воцерковлении. И далее, шестнадцатый стих, я читаю, «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть, что получится-то? Вот и получается, вот это вот все, что выше, оно ведет нас все-таки в это погружение, вот в эти горизонтальные связи. То есть тело, скрепляемое, взаимно скрепляющие связи, составляемое и совокупляемое. Вот это и есть наша церковь, друзья. Это и делает нас чем-то большим, чем просто какое-то обычное собрание людей, мы становимся церковью Божией. Потому что, как в служении, в служении и в любви друг к другу, то, что мы выше говорили, служение с любви, и созидается настоящая церковь, и созидается рост. То есть, без служения любви ни роста, ни церкви настоящей мы не можем говорить. Но если мы погружаемся в это все, если мы начинаем служить друг другу, если мы начинаем любить друг друга, то тогда и получается вот это тело Христа, настоящее, и вот эта социальная интеграция, и вот это Царство Божие на земле, оно созидается через нас с вами. Вот в таком случае. И вот церковица, я считаю, нужно каждому человеку, нужно и важно каждому человеку погружаться вот именно вот в эти церковные процессы, которые ведут нас к духовному росту, и которые ведут нас к любви, и в конечном итоге они ведут нас, как бы трансформируют нас всех, и соединяют, объединяют в одно нечто целое и нечто большее, целостное тело Христа. И здесь я еще вижу, вот в этом месте еще одну важную вещь, которую я хочу сказать, вот это воцерковление, служение, любовь, взаимные связи и прочее, имеют вот такой обоюдонаправленный вектор, то есть не зря здесь написано взаимно, вот это слово, оно важно, мне кажется, здесь. Почему? Потому что мы должны, вот мы становимся, вернее, должны уметь, и в церкви мы это и получаем, то есть как отдавать, так и получать, потому что люди бывают разные, и кому-то проще отдавать, кому-то проще получать, но это обоюдная вещь, которой нуждается каждый человек, и то, чего ты навряд ли получишь где-то за пределами как раз-таки церкви, то есть и отдавать, и получать, потому что получать тоже важно уметь, и отдавать важно уметь, то есть это вот некая такая полнота взаимности отношений между людьми, и то есть такое вот церковь – это место, где любовь можно не только дарить, но и получать, и церковь – это то место, где любовь нужно не только получать, но и проявлять, друзья. Вот такая важная вещь, на мой взгляд, потому что есть такое, что кто-то не умеет получать, и его как бы вот жизнь, она от этого как-то не совсем полная получается в данном случае, и есть наоборот люди, которые только получать хотят, и здесь в церкви они получат вот это благо давать, потому что давать – это тоже благо, и эта вот взаимность, о которой говорит апостол Павел, она очень также важна в процессе вот по церковлению, становления человека и становления тела Христова. И говоря про любовь, конечно, в церкви, я не могу не сказать и не задеть еще одно место из Писания, это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь между собой, опять же, здесь говорится об этой взаимности, о некой, которая, по большему счету, бескорыстной, вот этой взаимности, ее нету больше нигде, кроме церкви. И мы с вами, погружаясь в церковь, становляясь частью церковью, мы обретаем вот эти новые свойства, новые свойства любви. И вообще, ученичество, оно подразумевает вот эту любовь, в которой нас должно привести вот это вот погружение в церковную жизнь. То есть, воцерковление – это как часть жизненного пути каждого верующего. И оно, воцерковление вот это, оно ведет к принятию и к проявлению любви, как к ближним, так и к Богу, естественно. То есть, мы здесь в церкви и принимаем эту любовь, и проявляем ее. И в этом для нас, конечно же, большое благо. И я желаю каждому истинно верующему человеку погрузиться в эту церковную жизнь, погрузиться вот в эту жизнь и стать по-настоящему частью. То есть, не просто как-то вот быть тем, кто приходит и уходит, а именно стать внутренним в церкви. Потому что это и есть как бы задумка для нас от Господа. И служение вот в церкви, любое служение, оно первый шаг к этому, как мы здесь читаем. То есть, в жизни нашей, мы к служению, к церковному, я считаю важным относиться не как к какой-то обязанности, а как к естественной части тебя, к естественной части твоей жизни. Потому что, когда ты служишь, ты начинаешь расти. Ты начинаешь расти вот в каких-то духовных вещах. Ты начинаешь что-то более понимать. И ты становишься крепче наставлен в служении. Тебя уже сложнее сломить, тебя уже сложнее обойти как-то. Ты на своем месте стоишь крепко, и ты уже не как младенец колеблющийся. И это все, вот это твое служение, оно приведет тебя, оно поможет тебе начать любить. Оно поможет тебе проявлять любовь и принимать эту любовь. Потому что, если ты как часть церкви, как часть служения, то ты и даришь это служение ближним, и принимаешь. И эта взаимность любви, она ведет вот к созиданию церкви, к созиданию тела Иисуса Христа здесь на земле. Поэтому, друзья, я предлагаю вам сейчас помолиться вместе со мной о том, чтобы у нас, у наших ближних, было вот это вот понимание важности воцерковления, важности становления себя частью церкви, погружению в эту церковную жизнь. И уже взгляд на окружающий мир, взгляд на все изнутри церкви. Дорогой наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за Тую любовь и милость Божия. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови каждого из нас понять эти Твои духовные истины. Благослови каждого из нас истинно стать частью церкви. Не просто быть теми людьми, которые приходят и уходят, а быть внутренними, стать частью вот этой большой церковной семьи. И помоги нам каждому понять и увидеть, каково наше место в церкви, каково место в церкви каждого. Направь, дай мудрости увидеть и узреть лидером служений на то, как, кого и куда направить, кому как помочь Господь в служении. Во имя Иисуса Христа благослови нас расти и проявлять любовь. И уметь не только принимать ее, но и дарить. И уметь не только дарить ее, но и принимать, Господь. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе, наш Небесный Отец и хвала. Аминь. Слава Богу, друзья. И я еще хочу обратиться к вам сейчас еще с одним призывом. Если вы, ваше сердце, оно расположено для того, чтобы жертвовать. Если вы благословлены нашим служением в том числе. И вы открыты для того, чтобы благословлять какие-то части своих средств на проповедь Евангелия. То я призываю вас совершить пожертвование в той сумме, которую Господь положит вам на сердце. И сейчас вы можете увидеть небольшой ролик о способах пожертвования. И пусть Господь-то благословит вас. С миром Божьим. Аминь. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» Ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Редактор субтитров А.Семкин